Всем привет! Меня зовут Авами Лиса, и я рада видеть тебя на моем канале. И сегодня я расскажу вам, как же все-таки похудеть к лету. Признавайтесь, за эту зиму, которая еще, кстати, не закончилась, но уже очень скоро, скорее всего, кто-то из вас, да, поднабрал веса, или, может, не поднабрал, но ему все-таки нужна какая-то мотивация, чтобы взять себя в руки и таки похудеть, и быть весной и летом пусечной няшкой. Ставь лайк, если ты хочешь похудеть, и ставь лайк, если ты уверен в том, что ты сможешь похудеть. Если ты впервые на моем канале и еще не подписан, или не впервые, но все еще не подписан, то обязательно подпишись, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы приступаем. В первую очередь нужно понять себя, нужно понять, от каких именно продуктов ты поправляешься, набираешь вес, или от каких продуктов какая-то твоя конкретная часть тела начинает разбыхать. Как я уже говорила неоднократно ранее, для меня этот продукт хлеб. Любое хлебобулочное изделие, если я начинаю их активно есть, мой живот начинает активно выпираться. Что они есть хорошо, но я это понимаю, и, собственно, если я вдруг понимаю, что как-то что-то дело пошло не так, я полностью исключаю из своего рациона любой хлеб. И тебе очень важно поступать именно так же. У каждого человека есть такой свой продукт, свой продукт зла, назовем это так, от которого он набирает вес. И очень важно именно понимать, что это за такой продукт, потому что у каждого он свой. Кто-то может есть хлеб, и ему вообще ничего. Кто-то может есть мясо, и ему вообще ничего. А у других людей все наоборот. Стоит им съесть какой-нибудь пирожок, они сразу пухнут. А другим людям стоит съесть кусок мяса, как они тоже начинают набирать вес. И вот это вот самое понимание продуктов, от которых ты начинаешь страдать, есть самое главное и есть ключ. Потому что с этого нужно начинать. В первую очередь мы убираем все продукты из этой же категории. То есть, если у тебя проблемы с хлебом, ты убираешь вообще любой хлеб своего рациона. Хлебцы, лаваш, всякие там, не знаю, печеньки, естественно сладкое. Все, что можно как бы отнести к категории хлеба, булочные изделия, все убираем. И, пожалуйста, не надо верить во все эти истории о том, что всякие хлебцы это более диетичные варианты. Да, это более диетичный вариант, но человеку, которому нельзя есть хлеб, потому что он пухнет, это, ну, ну, с ним это не прокатит. Теперь я хочу рассказать вам про средства, которые продаются в аптеках и в том числе в интернет-аптеках. Называется это средство Reduxin Light усиленная формула. Это средство для контроля аппетита и моделирования силуэта. Я советую вам его, так как я в нем уверена. Его состав полностью натуральный и он не имеет побочных эффектов. Про это средство я узнала от своей подруги и там была такая история. За время новогодних каникул она, ну, скажем так, прибавила весить. Но в какой-то момент пришло время уже брать себя в руки и начинать питаться умеренно. Но силы воли, к сожалению, тут у нее уже не хватило. И кто-то ей из ее же знакомых посоветовал именно этот средство Reduxin Light усиленная формула. Как средство для того, чтобы снова привести свой аппетит в норму и подавить его. Сами понимаете, что вот уже вот-вот у нас весна, а затем и лето, и нужно как-то уже начинать приводить себя в формулу. И прием Reduxin Light усиленная формула поможет вам управлять своим аппетитом. Если у вас, как и у моей подруги, есть проблемы с этим, или же вам просто трудно удержаться от соблазнов. Reduxin Light усиленная формула именно так и никак иначе нужно принимать два раза в день по одной таблетке. И обязательно запивая все это стаканом воды. Курс обязательно пропить не менее одного месяца, но при желании можно будет это все повторить. Следующий момент это регулярность. Вы работаете в себе привычку есть в одно и то же определенное время. Вот, грубо говоря, вы просыпаетесь, условно, в 10 часов. И в 10.30 вы идете завтракать. И так каждый день, по возможностям. Зачем это нужно? Затем, что вы в какой-то момент привыкнете есть по этому расписанию. И у вас не будет появляться желание поесть, я не знаю, где-нибудь в 13.30, потому что вы видите, что другие люди пошли в этот момент кушать. Ибо вы знаете, что ваш обед в 15.00. И, соответственно, именно к 15.00 в какой-то промежуток времени вы начнете хотеть кушать. Это, кстати, работает совершенно с теми же самыми людьми, которые привыкли, приучили себя кормить перед экраном компьютера. Как только они включают, не знаю, какой-нибудь сериальчик, им сразу начинает хотеться есть. Почему? Потому что срабатывает якорь. Потому что они сами же себе сделали установку. Ты включаешь сериал, все, тебе нужно что-то пожрать. Изваясь от этой установки очень-очень сложно. Но по такому же принципу работает принцип расписания. Если ты приучишь себя есть в 12.00, ты в 12.00 будешь хотеть есть. Если ты приучишь себя есть в 12.00, 15.00, 19.00, у тебя не будет возникать желания пожрать в 22.30, например. Потому что, ну, твои потребности уже как бы удовлетворены. И еще важный момент. Обязательно между этими промежутками времени нужно иметь легкие перекусы. Легкие перекусы самые базовые. Это фрукты, это сырые овощи, это какие-то протеиновые батончики. То есть, все то, что дает вам чувство насыщения, но при этом вы не наедаетесь, вы не переедаете. Вы просто поддерживаете себя, так сказать, в тонусе благодаря всему этому. Если же вы добавите ко всему этому еще 2 литра воды, которую вы будете в течение дня выпивать, и еще какую-то жидкость, потому что наверняка многие из вас любят чай, кофе, то у вас вообще не будет возникать чувство пожрать. Следующий важный этап, это полный отказ от сахара и от напитков. Следующих напитков. Все соки, которые вы покупаете в магазине, даже если это томатный сок, почему-то, кстати, многие считают, что раз сок томатный, тогда у меня сахара, но это не так, как правило, даже с томатным соком сахаром будет. И соль, и прочие консерванты, в общем, все то, что нам не надо. Так вот, отказываемся от всех продуктов, которые содержат сахар, и отказываемся сами все это сластить и добавлять сахар. Следующий момент, выпивайте в день полтора-два литра воды. Помимо всех ваших кофе, даже если это кофе без сахара, как мы изначально говорили, чая, сок, даже если это какие-нибудь фреши, выпивай полтора-два литра воды вместе с любой другой жидкостью, которая попадает в твой организм. Причем очень важно понимать, что нужно начинать свой день со стакана воды. Чем больше ты сможешь себя залить, как только ты просыпаешься, тем, собственно, будет лучше. И, в принципе, тебе очень важно выработать привычку пить много воды. Я, как человек, который воду не пил, но сейчас пью, ну, правда, по другим причинам, я вам точно скажу, если вы никогда не пили воду, вам достаточно просто начать. Три-четыре дня вам это будет казаться какой-то бестолковой ерундой, но потом у вас появится у самих желание выпить воды, у вас появится та самая жажда по чистой воде, а не жажда по тому, чтобы выпить, там, не знаю, какой-нибудь кофеек, или мачалат, или еще чего-нибудь там, что вы любите. И еще небольшой такой лайфхак, если вы идете в продуктовый магазин, ну, вот ни в коем случае не ходите туда в голодном состоянии, или после школы, или после работы, обязательно ходите туда на сытый желудок. Вот вы только что сходили и поели, вот вы только что вышли из дома, вы поели и идите в магазин. Так у вас не будет соблазна накосить там как можно больше всякого разного товара, который вам точно не понадобится при диете. Я этим очень грешу. А еще, кстати, хорошо очень интернет-магазины работают всевозможные, тоже классный вам лайфхак. Если вы прям, ну, не можете ходить в обычный магазин, потому что вам хочется смести все, на что у вас хватает денег, то пользуйтесь интернет-магазином, и там прям четко яйца, молоко, мясо, и все. Не надо там потом уже дополнительно ходить мимо всех этих отделов с приятными запахами и приманиваться на какую-нибудь булочку. Если бы у вас была возможность выбрать себе вес и рост? Вот предположим, что вы сами себе программируете, какого вы хотите быть веса и какого вы хотите быть роста. То, какой бы рост и вес в таком случае вы бы выбрали. Напишите в комментарии, прям вот мне очень интересно, что же для нас является таким вот идеалом, на самом деле идеалом. Сладкое. Конечно же, сладкое нужно исключить из своего рациона, но иногда случается так, что просто настолько сильно хочется сладкого, что просто все. Или сейчас ты сожрешь кусок отрого пирога, или все. Или ты просто будешь потом сметать из холодильника все, что там найдешь. Если ситуация такая возникает, возьми горький шоколад. Чем больше там будет содержание какао, тем будет лучше. Чем он будет более черным и горьким, тем лучше. Кстати, не путайте два понятия. Черный и горький шоколад. Вам нужно именно горький. Черный, он может быть там хоть с кило сахара, неважно. Именно горький. Запомните. И съешь плиточку шоколада. Скорее всего, тебе это не понравится. Но так как тебе это не понравится, а все равно организм будет что ли обманут, чувство вот этого вот пожрать сладкого, оно временно пропадет. Ни в коем случае нельзя сильно себя ограничивать. Если ты чувствуешь, что ты сейчас сорвешься, найди себе альтернативу. Сорвись, не знаю, на какие-нибудь ягоды, сорвись на тот же самый черный шоколад. Но не надо сорваться на МакДак. Еще очень важный момент. Это не думать о том, что вы находитесь на диете. Потому что когда ты думаешь, что ты находишься на диете, ты начинаешь напрягаться по этому поводу гораздо сильнее, чем если это все происходит в какой-то лайтовой форме. Просто задайте себе установку, что вы не находитесь на диете. И вы просто начинаете придерживаться более правильного образа жизни, более правильного питания. То есть постарайтесь абстрагироваться от того, что это диета. Потому что диета звучит жестоко. Потому что диета у нас уже ассоциируется так или иначе с какими-то ограничениями, с какими-то тяжестью. Чем более спокойно вы будете находиться вот в этот вот момент похудения, тем спокойнее вы потом из этой диеты, во-первых, выйдете. Во-вторых, вы, в общем-то, похудеете гораздо проще. И, в-третьих, у вас не будет диких срывов. Потому что вы не будете себя в голове прокручивать вот эту вот информацию. Так, я на диете, я не могу это есть. Так, я на диете, я не буду это есть. Так, я на диете, поэтому я не съем это яблоко. Так, я на диете, я не буду есть эту гречку. Понимаете, да? Поспокойнее, попроще. Все будет хорошо, я вас уверяю. Если вы в себя не верите, я вас верю. Как минимум, я вас верю. Следующий пункт, это мотивация. Мотивация, это, мне кажется, самое важное в любом вообще вопросе, но конкретно так, как мы сегодня про похудение, то в вопросе похудения. Ты должна понимать, ты должен понимать, нафиг тебе оно вообще надо. Потому что, если у тебя есть конкретная цель, если ты сам себя будешь за выполнение этой цели хвалить, если ты будешь чувствовать себя лучше, когда ты приблизишься к этой конечной цели, тебе похудение отдастся очень легко. Вспомните, пожалуйста, такую историю из вашего детства, или, может быть, для вас это все еще сегодня актуально. Ваши родители вам, например, говорят, вот если ты получишь пятерку по контрольной по алгебре, то ты обязательно, там, не знаю, получишь целый день или какой-нибудь там выходной, и будешь сидеть за компьютером или делать все, что тебе душе угодно. То есть ваши же родители, они с детства вам как бы это внушают. То есть сделай дело, получишь награду. И вот вы, прекрасно понимая, что стоит на кону, начинаете париться. А от того, что именно стоит на кону, зависит степень вашего усилия. Если у вас на кону стоит, не знаю, какая-нибудь маленькая незначимая для вас вещь, то, понятное дело, вы не сильно будете впрягаться. Но если вам скажут, что за контрольную по алгебре ты, если получишь пять, то ты отправишься, не знаю, со своими друзьями куда-нибудь в путешествие, ну, какой-то странный пример, но типа того, и вы понимаете, что вам это очень надо, вы привлезли все свои усилия, чтобы получить эту пятерку. Ну, согласитесь со мной. То есть ваша мотивация, это самый главный ключевой фактор. Поймите, зачем оно вам надо, что вы с этого получите, и дальше уже делаете выводы. Найдите за себя мотивацию. Если вы задумываете о том, что вам нужно похудеть, то, скорее всего, вам нужно похудеть. Здесь все очень просто, истина, она очень проста. Но вопрос только в том, чтобы понимать, зачем конкретно тебе похудеть. Если вас, в принципе, интересует тема похудения, на эту тему на моем канале вы найдете огромное количество всевозможных видео, начиная от привычек худых людей, заканчивая разбором интуитивного питания, заканчивая тем, какие продукты не стоит кушать, если вы хотите скинуть вес. Все эти видео вы найдете в плейлисте, как похудеть. Ссылочку на него я оставлю в описании. Обязательно посмотрите эти видео, потому что у меня их очень много, и информации там очень много, в том числе супер полезной информации для каждого худеющего человека. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то ставьте ваши лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. До новых встреч. Наверное.